Приветствую всех любителей настольного тенниса! Сегодня мы рассмотрим различные варианты розыгрышей известнейшей спортсменки, выступающей сейчас за Люксембург, Ни Се Лянь. Это титулованнейшая спортсменка, легенда мирового тенниса. Наивысшее достижение ее это золото в чемпионате мира 1983 года в команде и в смешанных парах. Также в ее копилке две бронзы и одно серебро на чемпионатах мира в парном женском разряде. В Европе наивысшее достижение это золото 1998 и 2002 годов. На сегодняшний день, вернее так скажем, на 14 декабря 2021 года Ни Се Лянь занимает 40 место в ранге Международной Федерации Настольного Тенниса. Вдумайтесь, сейчас спортсменке 58 лет и она входит в 50 сильнейших спортсменок-теннисисток мира. Игровая рука левая, хватка азиатская или проще говоря играет пером. Основание ракетки Доник Персон Пауэрспид Пен. Накладки Форхенд это гладкая Баттерфляй Теннерджи 0.5 и Бэкхенд это длинные шипы ТСП Келл П1А. Такими же шипами играет известная южнокорейская спортсменка Со Хё Вон, занимающаяся сейчас 21 место в ранге Международной Федерации Настольного Тенниса. Но надо заметить, что южнокорейская спортсменка играет в защитном стиле, а Ниси Лянь это чисто атакующий игрок. Причем атака идет как с гладкой накладки, так и длинными шипами плоскими ударами. Конечно же у Ниси Лянь есть свои наигранные комбинации и сегодня мы их рассмотрим. Наиболее любимым, так сказать, вариантом розыгрыша является подача гладкой накладкой с нижним боковым вращением сопернику под правую руку. И после его ответа атака в этот же угол. Если соперник сможет ответить на первую же атаку, тогда идет продолжение атаки до победного завершения в этот же угол. Эту комбинацию обычно Ниси Лянь может применять в очень ответственных моментах, когда надо обязательно выиграть либо сет, либо матч. Наиболее часто в конце матча встречается именно этот вариант розыгрыша. И сейчас мы его рассмотрим. Итак, подача гладкой накладкой и завершение ударом в этот же угол. В данном случае подача идет шипами, черная накладка, а атака красной на вылет ударом. Этим розыгрышем Ниси Лянь выигрывает прорезу чемпионата Европы, благодаря чему едет на Олимпиаду в Токио и становится старейшей спортсменкой-теннисистой на Олимпиаде. Подача гладкой и дальше атака черными шипами. А теперь рассмотрим практически этот же вариант, только подача идет ближе к центру. Подача идет гладкой, а затем переворот ракетки и атака шипами. В этом варианте и подача гладкой, и атака идет тоже гладкой. Здесь подача гладкой, а дальше идет атака до победного завершения розыгрыша. Следующий вариант это подача противнику под правую руку и затем быстрый перевод либо тычком, либо атакой под левую руку. Рассмотрим. Подача шипами, заметим, и дальше тычок в противоход под лево. Подача шипами, дальше перехват ракетки и атака уже под лево гладкой. Здесь наоборот. Подача гладкой накладкой, затем перехват ракетки и атака шипами под лево. Подача гладкой, соперница отвечает в центр стола и атака идет тот же гладкой по противоходу под лево. Здесь такой же вариант розыгрыша, как и в предыдущем. Подача гладкой накладкой, затем атака той же гладкой накладкой под лево. Подача гладкой, выход на атаку и завершение ударом на вылет. Более длительный розыгрыш, когда соперница успевает ответить на первый перевод, а затем идет атака опять же в тот же угол. Еще более длительный розыгрыш, но результат один и тот же. Завершается атакой под левую руку. Длительный розыгрыш. Неселянь берет инициативу и атакует под лево до победы в данном розыгрыше. А теперь рассмотрим очень красивый вариант. Это подача под правую руку, затем качнуть соперника влево и завершение опять же под правую руку атакой. Рассмотрим. Подача гладкой, соперница атакует, блок атаки шипами под право, затем перехват ракетки, атака под право и следующая атака в противоход под лево. Неселянь чередует свои подачи к противнику как под правую руку, так и под левую руку. Следующий вариант. Рассмотрим подачу противнику под левую руку и после ответа атака в этот же угол. Подача шипами, перехват ракетки и атака гладкой под лево. Подача шипами, перехват ракетки, затем перехват ракетки и атака до победного гладкой накладкой. Опять же смотрим. Подача черной шипами, дальше идет перехват ракетки и атака гладкой, красной. До победного завершения розыгрыша. Второй вариант этого розыгрыша, это опять же подача противнику под левую руку и тут же атака под правую. Подача гладкой с нижним боковым вращением под левую руку соперницы, дальше перехват ракетки и атака длинными шипами под право. Подача шипами с боковым вращением под левую руку, затем перехват ракетки, атака красной сначала под право, а затем под лево. Теперь рассмотрим различные варианты приема подачи. Первый вариант это прием подачи соперницы подающей слева, переводом мяча под правую руку и после ее ответа, если она успеет, конечно, ответить, тут же атака соперницы под левую руку. Рассмотрим. Красивый, неожиданный перевод, соперница даже не успела среагировать на него. Очень красивый розыгрыш получился. Миньянг, репрезентантка Монако, она начинает эту партию, партию номер 6. Прием гладкой под правой и тут же атака в противоход. Например, медаль Игреска Европейской в веке 56 лет. Ну, то трудно будет кому-то. Очень трудно, на правду. Седем уданных акций. Перевод гладкой под право, а затем хороший блок. Второй вариант приема этой подачи зависит от направления подачи. Если подача идет по диагонали, то чаще всего Неселянь атакует гладкой накладкой по диагонали. Если же соперница подает Неселянь под правую руку, то идет тычок обратно сопернице под левую руку, либо шипами с боковым вращением, либо гладкой накладкой. И после ответа соперницы начинается атака. Атака в зависимости от обстановки может происходить как сопернице под правую руку, так и под левую. И опять же, в зависимости от удобства обработки мяча, может быть как гладкой накладкой, так и шипами. Рассмотрим. Прием подачи гладкой боковым вращением и ошибка соперницы. Чтобы не выигрывать на сайте. Атака гладкой на вылет. Атака гладкой соперница под левую руку. Прием тычком гладкой причем. И затем атака гладкой под левую руку. Прием тычком гладкой с боковым вращением. Атака гладкой по диагонали на вылет. Прием тычком гладкой под левую и затем контратака же в этот же угол. Теперь рассмотрим варианты подачи соперницы справа. Прием может быть как атакой по диагонали соперницы под право, так и атакой под лево. Рассмотрим оба варианта. Атака на приеме с ходу гладкой накладкой соперницы под левую руку. Атака с ходу соперница под левую руку. Следующий же уже удар. Соперница под правую руку под противоход. В данном розыгрыше идет атака соперницы сразу под правую руку. Следующий вариант это прием справа направо и удар в противоход влево. Либо сразу, либо после длинного розыгрыша. Рассмотрим. Прием подачи с боковым вращением тычком гладкой под право и затем атакой этой же гладкой в противоход. Этот же вариант только в более длительном розыгрыше. Либо второй вариант завершения атакой соперницы под право. Длительный розыгрыш с завершением атаки соперницы под правую руку. Конечно же, нельзя не рассмотреть такой красивый вариант розыгрыша, как развод соперницы по углам. Смотрим. В данном розыгрыше подача идет гладкой накладкой, а затем развод соперницы по углам с шипами. Длительный отбор не выникал с того, что не тратила в пилку, либо ротация была так потворна. В данном же розыгрыше подача идет уже шипами, а затем развод по углам производится гладкой красной накладкой. Раск Soleil. Расскажи кон synth. топspinowe, стąd też ten pomysł наклеения окродзины, także na stronę backhandową i granie rotacyjne. Kapitalna akcja. И właśnie вспоминание, Wang Hao, Prekursorem na tym najwyższym poziomie, ale myślę, że warto Stefan powiedzieć o Van Dzen Kee, naszym. Podacza szpami, i zatem idziemy rozwod po угłach gładkiej, krasnej nakładki. Очень красивo. Здесь, naоборот, podacza gładкой, zatem rozwod po угłach szpami i zazwyczajny ataki, także szpami. I, естественно, nie trzeba zapytać, że Nisilyan прекрасно играет dłuższymi szpami. I my рассмотрujemy различные варианты этой игры. Первое, это, конечно же, podacza dłuższymi szpami, z której соперnica nie zawsze справляется. Sympatia jest większa po stronie Nisilyana, bo to, tak powiedziałaś, tak. podacza i zazwyczajny zazwyczajny �� directly a takovanie a takovania Комбинационная игра, где атаку соперница прерывается шипами, причем еще и в противоход. Классический розыгрыш. Шипами отбивается, защищается, нападает. Длительный-длительный розыгрыш и все идет. Игра с шипами. Очень хорошее удержание мяча шипами, очень хорошие блокировки шипами, очень хорошая атака шипами и просто красивый розыгрыш шипами. Смотрим. Ну и классика, конечно. Это блок атаки соперницы шипами с дальнейшим переходом в контратаку по противоходу. Очень красивые розыгрыши. Блокировка атаки шипами. Выбор удобного мяча и атака в противоход. Данный розыгрыш. Это, конечно же, исключение. Здесь подача идет шипами, а затем блокировка идет гладкими накладками. И дальнейшая атака гладкими накладками до победного завершения. Это еще раз говорит об универсальности игры шипами и гладкой и не селянь. В этом розыгрыше все как раз идет игра шипами. И блокировка, и атака. Все шипами. Такой же розыгрыш. Игра черной накладкой с шипами до завершения розыгрыша победным атакой. В начале игра идет красной накладкой гладкой. Затем перехват ракетки на шипы и блок шипами и атака шипами до завершения победной атакой. Итак, сегодня мы рассмотрели различные варианты розыгрышей от знаменитейшей спортсменки Ни Си Лянь. Если понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok